В этот пак включаются миллионы людей и миллионы равнодушных людей, которых не принимает ничто. Вот это очень страшно. Что здесь делать? Ничего, как в каком-то фильме, замечательном, историческом, приключенческом. А что нам теперь делать? А вот видишь вот этот заостренный кол? Ты его вродишь в землю, вот возьмешь и будешь стоять. И все. Что там будет дальше? Сколько там их, сколько наших? Будем стоять. Вот единственное, стоять на этом. Да, и покричать надо, и попровоцировать, и даже обижаются на нас. Вот вы оскорбляетесь за равнодушие, говорят, вы все там и так далее. Это прием. И если человек подумал, нет, я не такой. Значит, он подействовал. Значит, подействовал. Это не ко мне относится. Насколько в России сегодня есть предпосылки народной журналистики и вот именно народного сознания, что медиа это те же помидоры и за качественное медиа надо платить? Вы вообще чувствуете что-то такое? Или вот с Советского Союза как было? Было у нас дармовуха телевидения и радио? Так и должно быть. Ну, если у нас, знаете, это дискуссия, которая началась среди любителей футбола, когда у нас перевели... Да, цифровое, на кабельное телевидение. Да. Между прочим, заказать по интернету стоит 70 рублей. Это, в общем-то... Копейки. За сезон-то. Отказаться страстному фанату от одной кружки пива, да и вот тебе и матч. Вот тебе и матч. Да, это такая привычка. Сделайте мне хорошо, сделайте мне красиво. Я вот не буду ничего делать. Знаете, я страстный фанат футбола, человек и засыпает так. Вот для того, чтобы... Не то, чтобы пойти на стадион, а вот я страстный болельщик. Вы мне принесите футбол там вот здесь, сюда вот и бесплатно. А потом... А я буду ругаться, что он плохого качества и что мне плохо показывают. Нет. Отвечаю. И в других областях нет ощущения, что за хорошую журналистику, за объективную информацию, за мои собственные знания я должен и заплатить, и приложить какие-то усилия. Вот. Вот так вот. Этого нет пока ощущения. А потом вот говорят, как же так, надо развивать интернет. Вот смотрите, мы сейчас с помощью там электронной почты, социальных сетей и так далее, мы сейчас все соберемся, и будет какая-то акция. К сожалению, очень часто все это ограничивается виртуальными рамками. Поговорили, покричали друг на друга в интернете или против кого-нибудь, и все, разошлись. Да. А как на площади у вас станет собраться, то раз-два учился. И вот когда французские школьники, которые сейчас правильно, неправильно, но они выступают с требованиями насчет родителей о пенсионной реформе, они говорят, мы посылали друг другу смс-ок, все, в социальных сетях прообщались, и вот вышли. Так вот это, и вот вышли, про это забывают. Это знаете, как Хаттабыч сделал телефон, старик. Все было хорошо, только он был сделан из цельного куска мрамора. Да, да. Разговаривали один раз, трубка не отлипала. Ну, абсолютный телефон такой, все очень похоже и красиво даже было. В французы в 68-м, без всякого интернета, социальных сетей, вышли и добились своего. Добились очень много. Да. Я уверен, что и они и сегодня добьются. А понимаете, в чем дело? Когда есть очень большая традиция и большая привычка, то интернет сейчас и смс-ки, это то же самое, что раньше листочки бумаги. Да, да, да. Просто раньше они листочки бумаги приклеивали, а теперь могут послать электронную записку гораздо большему количеству людей. А когда нет привычки к бумажкам, то не будет никогда привычки, сами не появятся к интернету. Тут беда еще больше. Я думаю, что привычка к бумажкам раздавать, она может и осталась. Вот читать бумажки и вникать, что в них написано. Я просто не представляю себе аналогичную ситуацию ни в России, ни в Армении. Хотя в Армении еще меньше, чем в России. Потому что, будучи в России, я помню, что каждый год во время определенного отключения горячей воды бабули и дедули все время с этим ругались. Уже нет. А у нас в Армении практически невозможно что-либо сделать, чтобы народ вышел. Ну, по крайней мере, я не помню случай, чтобы у нас был митинг в пользу или в поддержку того, что надо сделать побольше зарплату, побольше пенсии, еще что-то. Мы митинговали во время Карабаха. Потом определенная часть общественности митинговала против властей и за какие-то другие власти. Вот и все. То есть никаких социальных требований у нашего народа нет. Вот сказали сверху, что газ подорожает. Почему подорожает? Газпром так захотел. Ну, а что делать? Против Газпрома мы не попрем. Ну, и давайте копить деньги на зиму. Не, ну, зато на кухнях все орали. Не, ну, на кухнях так. Да, да, нет. Ну, кухня это все-таки остается. Святое. Это у народа пока не отобрали. Это последний бастион. Всегда свобода мысли. А да нет, ситуация. Главное сохранять еще. Сохранять выборы надо сохранять. Демократии надо сохранять. И вот здесь вот нельзя. Очень странно, что готовы, ладно, там штрафы повышают. Но это, увы, это не так важно, как убрать маленький кусочек выборов. Маленький кусочек выборов. Маленький кусочек нормальной политической жизни. Вот когда у нас, у всех советских людей, вдруг возникло, даже у тех, кто не жил при советской власти, вдруг возникло то ощущение, что нет никакой связи между выборами и принятием решений в стране. Оказалось, что мы легко уходим. Значит, что-то такое было. Какой-то вирус, в общем-то, есть, наверное, у нас в мозгах-то. В генах, наверное. Ну, да уже. Ой. Нет, это страшно. Не надо говорить. Я думаю, что наши внуки, да, наши внуки, на многое будут смотреть по-другому. Мой м-